здраво всем привет дорогие друзья спасибо вам за комментарии спасибо за поддержку вообще за все спасибо и за то что вы есть и за то что вы пишете было хорошего от всей души вам вот приветствуем друзья я снова у демьяна и его мангал почти да это уже финишная прямая покраска какую краску ты используешь это не упорная краска специально для для работ по железу и с огнем класс да и служит она довольно таки хорошо я уже с ней работал ну вот на море на море вот когда работает сезону день у день ну на сезон вот так хватает а если вообще так редко как дома то хватать и очень надолго класс да мангал выглядит совсем иначе уже совершенно иначе он был такой страшненький не выглядел он и так красиво но сейчас приобретает другой вид к черешечка класс класс да финишная прямая скоро мангал заберут скорее всего да да на свои хорошие вещи всегда говорю так если люди их не купили если он остается даже у меня я буду очень рад да да я переживаю я всегда буду доволен что я обладаю такую видя на такой мангал попробуй найди я честно говоря никогда по этому поводу особо не парюсь это точно сейчас он еще покрасится собьется он будет вообще очень красивый закончится все сейчас только вот это наброшу и вот кинем столешницы а кстати да и вот увидишь какой вообще буду его вид сейчас это буквально чуть-чуть вау давай то белый лимон класс тебе на есть спасибо сочный класс и так друзья мангал принял свой рабочий внешний вид да ну вообще свой вид приехал вот такой вот мангал получился бомба да 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 сейчас будут еще столешницы то ты что супер специально вырезана как раз для задвижки вот такой вот так он получился да ты что суть столешницы в том что если тебе весь мангал не нужен допустим тебя мало пришло друзей или много друзей когда много ты используешь эту часть мангала а то служит как столик и вот тут можно жарить шашлыки и вот тут прям стоять кушать болтать разговаривать обо всем тут можно в этом козаде если хочешь варить шурпу в нем можно варить очень вкусный чай на травах класс заварил прям там и вот так вот здорово да бомба ну если допустим не варить это муху сюда заварил чай значит закипятил воду кинул чайок кинул туда трав лесных и с бедиком пожалуйста кушай чай пей шашлычок класс и хайки обалденный мангал класс вот такие вот красивые шампурищи все пожалуйста жарьте все Ну, все, вот так, ребята. Вот такой вот шикарный мангальчик. Стопочкой, кочережечкой. Кочережку сюда, а лопаточку сюда. Вот так. Кочерга там где-то что-то поправить, подсудить. Вот, а лопаточка выгребать, лозу. Убирать, ухаживать. Вот такой мангальчик красивый получился. У меня еще была идея столы сделать не тут, столешницы, а вот тут приварить вот так две трубы, вот так, чтобы 40 на метр 20. Вот так было. Впереди. Тут были и с той стороны были столики. Но я посмотрел, все прорисовал. И смотрю, во-первых, из-за него неудобно очень подходить. Ну, как бы, вот, особенно вот тут, на этой стороне. Такой получается, как корабль прям. Отсюда столешница, тап столешница, тут мангалы. И у меня даже название такое придумалось. Очаг для друзей. Уютная такая атмосфера, теплая дружеска. Шашлычки, все, тут столики, как бы. А потом, потом я немножко переиграл. Ну, это если для себя, ну, можно было бы сделать. А так это, как я уже, на продажу, думаю, ну, сильно громоздкий он, как бы, получается. Этот мангал, он чем уникальный получился? Тем, что, если ты не хочешь дома на нем работать, ты, он поехал на море, на белосарайку, поставил его там, вот тут сварил плов, или шурпу сварил. А тут жаришь мясо. Если тебе не надо, допустим, для мяса тебе и вот этого мангала там хватит работать. А тут ты можешь весы поставить, там, и взвешивать шашлычок, отпускать, а тут жарить. И в то же время, эстетично, красиво. Ну, что еще надо для мангала? Я думаю, что, я очень доволен. Особенно доволен, что я придумал вот эту крышку. Она тоже с видом шампура, типа, как ручка шампур. Да. Продетый. И не надо тебе, допустим, там, используй, используй сюда ее. Здесь ты можешь угли запалить, протопить, чтобы тут не палить, допустим, чтобы дым уходил. Ты раз сюда уголочки разложил, пожалуйста, работай себе. Идеей этой очень доволен. Я делал много всяких работ, но эта мне работа тоже очень пошла. Здорово. Конечно, если бы не жара, я бы его сделал бы намного быстрее. Жара немножко не дает работать. Надо только по... По вечерам, туда по вечерам, когда солнце там сядет. И все. Потому что, ну, при солнце, ну, это очень. Болгарка, сварки, все это, работать с металлом, ну, не весело. жару. Ну, ничего, зато фигура потом стройная. Ребята, если кому там что-то надо, вдруг такое домой красивое, кто-то вдруг захочет, обращайтесь, придумаем любую идею. ее... вы можете идею задать, а я ее могу развить, дополнить, что-то отнять, что-то посоветовать. Вы что-то можете свои какие-то идеи дать. И мы можем сделать не то, что у каждого дома, а то, что только именно у вас и ни у кого больше. То, что тебе привиделось, оно не может быть у каждого. Оно дано именно тебе только. Они вот эти творческие работы, конечно, нудные, в том плане, что их дольше делаешь, потому что каждую работу творческую всегда ты практически делаешь первый раз. А первый раз, это всегда, он очень тяжелый. В том плане, как бы не ошибиться там, как там выровнять, как там сделать, куда металл поведет, туда-сюда, там, как бы, не знаешь, с какими проблемами ты сможешь столкнуться. Это уже, когда ты по накатанной дороге ходишь, что там много ты сделал. Одинаковых, да. Одинаковых работ там. Штампово, как их называют. Это одно дело. А это другое дело. Я очень доволен, потому что замеры у меня были правильные. Я хотел сделать больше. Потом казан, когда поставил, я понимаю, что ему больше не надо. Вот этой топки ему, вот так, с головой хватит. Просто выше крыши. Пламенье тут будет бить прямо в казан. Все, и тяга, дым мешать не будет. Да. Дорогие друзья, мангал закончен, все работы закончены. Сегодня сделана покраска. Все сделано от души. Пожелайте мне удачных продаж. Я буду вам очень благодарен. И смотрите, если кому что надо, обращайтесь, все поможем, все сделаем. Всем мира и добра, друзья. Счастья и крепкого здоровья. Пока. Пока.